здравствуйте мои дорогие друзья и гости канала третий день нашего путешествия в санкт-петербург мы поехали в царское село приехали сюда на электричке потом на маршрутке и вот мы здесь идем по такой улице вдоль которой вот такой маленький канал в котором живут уточки уточки с утятами симпатичные газоны вот такая красота это вход здесь кассы можно заплатить заранее за билет купив его онлайн в интернете на официальном сайте а можно и на месте посещение самого дворца не входило в наши планы мы решили погулять по екатерининскому парку справа 2 от дворца вот там вот за храмом находится флигель где учился пушкин то называемый лицей как писал пушкин нам целый мир чужбина отечество нам царское село дворец впечатляет он был официальной летней резиденции трех российских правительниц екатерины первой елизаветы петровны и екатерины второй там находится знаменитая янтарная комната которая была утрачена вывезена фашистами во время великой отечественной войны и очень долго искали ну а потом она была просто восстановлена здесь можно просто почитать историю екатеринского парка здесь находится екатерининский парк александровский парк поболовский парк это несколько гектаров все не обойдешь конечно мы решили погулять по екатерининскому он состоит из двух частей регулярный парк классический и природный английский ухоженные газоны клумбы статуи аккуратные симметричные пруды погода радовала вот такая красота здесь построено было множество небольших павильонов где можно было отдыхать а это великолепное сооружение построена чарльзом камерманом было построено это великолепная галерея при екатерине второй строительство было начато в 1784 году и через три года закончена эта галерея очень выручала екатерину вторую в плохую погоду служила удобным местом для прогулок также здесь она проводила парадные обеды вокруг цветет сирень очень милый садик вокруг цветет сирень очень милый садик архитектор учил выигрышный наклон местности по высоте галерея не уступает самому екатерининскому дворцу 48 колонн галереи возносились над мощным цоколем к небу 48 колонн галереи возносились над мощным цоколем к небу и вид на прекрасный пруд с высокой стороны галерея красовалась парадная лестница на уступах которые были расположены скульптуры Флоры и Геркулеса. Второй этаж украшали бюсты поэтов, философов, полководцев. Мы были утром, и людей было еще мало. Очень приятно было погулять. Здесь вот такой интересный мост. В парке много прудов. Здесь находится павильон-грот с лазоревыми стенами, белыми колоннами, украшенными липным декором. Оточек кормят. Здесь небольшая пристань была. На пруду можно было покататься на лодках, шлюпках. Проект возведения грота был разработан архитектором Растрелли. Возводился в 1755-56 годах при императрице Елизавете Петровне. Коронок уточек. Вот так все аккуратно пострижено. Как и положено. А это с другой стороны грот. Позже немножко отделка была переделана архитектором Ринальди. Ну, в основном внутренне. А это павильон-эрмитаж. По цвету тоже похож на грот. Спроектирован архитектором Зимцовым. Затем в 1749 году был переделан по проекту Растрелли. Этот павильон не перестраивался с середины XVIII века. И его внутренняя отделка дошла до нашего времени без изменений. А мы идем дальше, гуляя вдоль пруда. Уточкам и прочим водоплавающим здесь раздолье. Ну, и сейчас можно покататься на лодке по этому пруду. А здесь можно перекусить. Работится кафе, ресторанчик. Вообще, здесь раньше были птичники. И в одном из птичников работает ресторан Адмиралтейства. А это чесменская колонна в честь победы над турками в 1770 году. А там дальше турецкие бани. В пруду отражается небо. И от него веет прохладой. Красотища. Много гнезд, на которых сидят уточки. Работает. Работает. Продолжение следует... А дальше мы пошли гулять, проходя турецкие бани, обошли весь этот пруд. Идем уже по другой стороне. Вот такая вот беседка с колоннадой. Субтитры делал DimaTorzok Здесь уже более такая пейзажная часть парка, природная. Огромные лужайки. Не подстриженные газоны, а именно вот такие вот поляны. И кусочки леса рядом. Мостики через такие вот каналы небольшие. Естественная растительность. А вот и на лодочке катаются. Интересная такая лодка, типа гондолы. Великолепные виды. Какая-то птичка. Значит, где-то понятно. Ну, благодать какая. А тут вот такие поляны. Интересное дерево старое. Чудесная прогулка. Нам очень понравилось. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.